Здравствуйте! Вы думали когда-нибудь, почему сметана в супермаркетах не продается ведрами по 5-10 кг майонез? Да. А майонез ли это? Откуда сотни миллионов яиц, хочу я узнать, для приготовления вот этого майонеза и моря оливкового масла и других ингредиентов. По названию, да, это майонез, написано же на этикетке. Промышленные майонезы, тем более современные, безумно вредны по многим причинам. А Россия, один из лидеров по потреблению майонеза, как в позднесоветские времена привыкли к салату, оливье и прочим, так люди и не могут отвыкнуть. Вдумайтесь, 5 кг на душу населения в год, включая младенцев, стариков, инвалидов. Вот такое потребление. Ужас! А вы когда-нибудь задумались над тем, что в майонезе находятся окисленные, внимание, окисленные уже растительные и животные жиры? Даже если они натуральные, подчеркиваю, даже если. Почему окисленные? Потому что они взбиваются и при реакции с кислородом становятся другого цвета. Но главные структуры, более того, сейчас не производят майонез по ГОСТу 1936 года, когда его ввели в Советском Союзе жесткие настоящие ГОСТы. Более того, нет натуральных продуктов. А в составе магазинных майонезов нет всех заявленных натуральных ингредиентов, а есть только химия, загустители, эмульгаторы. Но чем ниже цена для обывателя, тем лучше. Для кого? Для неразумных людей. Ну так держать. Кто-то тут возразит мне, скажет, у людей, у большинства нет денег на дорогие и качественные майонезы. Я просто поражаюсь. Но ответ мой будет так же просто и очевиден. Ну тогда вовсе не покупайте. Зачем вы здоровье свое губите, химии знаете и покупаете дешевку дешевую? Так лучше не покупайте, деньги сэкономите. И главное, здоровье. А какие хитрости-то применяют производители? Что они втирают лопухам? Это я так мягко называю доверчивых наимных граждан. Некоторые пишут производителям на перепелином аж яйце, ну то есть желтке. А вы вообще в курсе, что де юра, вот чтобы их не посадили за это и даже штрафы не наложили за эту ложь за вранье, что они пишут, что на перепелином яйце, желтке, один желток на тонну можно положить, и уже право производителя имеет писать, что на желтках перепелиных яиц. То есть ГОСТов реально де-факто сейчас нет, они не действуют. Тем более, даже ГОСТы 70-х, не говоря уже о 30-х годах. Итак, как же быть? Ну, собственно говоря, есть 4 варианта. Первый. Травить себя и дальше дешевой химией на радость негодяям, производителям убивающих народ. Второй вариант. Лучше вообще майонез не есть, ну просто забыть про него. Изменить, наконец-то, свои пищевые привычки, пристрастия. По крайней мере, не покупайте химическую, магазинную, промышленную гадость. Продолжая эту мысль, есть и третий вариант. Если уж никак привычка ваша вторая натура, то делайте сами майонез, это же сделать несложно. Для этого нужны качественные желтки куриных яиц, или, как изначально создавался данный майонез, перепелиных, оливковое масло, горчица, уксус, ну и соль. Также нужен блендер и немного труда. Но и этот майонез, хотя он и несоизмеримо, менее вредный, чем магазинный химический, но он тоже будет вреден, правда, только по одному критерию из всех. Из-за своего взбития, то есть из-за окисления жиров. Ну а при окислении жиров, при взбитии, образуются молекулы канцерогены, гиперпероксид липида. Это мутагены. Ну уж если хотите есть такой, то хоть уж ешьте в тот же день, в день изготовления. В крайнем случае, на следующий. Не дольше. Ну а четвертый вариант купить у нас. Да, мы производим уникальный майонез, сейчас расскажу чуть далее. Видите злобные охайники? Ну, у кого аллергия и злоба на рекламу, кто завидует в неистовстве и бьется в истерике. Вот специально для вас по значимости поставил купить у меня. Куда? На последнее, четвертое место. И еще раз скажу, что лучше вообще не есть никакой майонез. Ну как? Я как бизнесмен, для кого деньги не пахнут. Или как порядочный человек поступаю. Включите мозги, любители, орать. Все понятно, реклама. Какие претензии, интересно, теперь ко мне вы можете предъявить, а? А вот теперь, что у нас за майонез? Чем же наши майонезы лучше любых прочих? Первое. Они веганские, то есть этические. Кому-то представьте, это важно. Второе. Они вкусные. И не отличаются по вкусу от привычных лучших натуральных домашних. А про химические, промышленные и не говорю несоизмеримо вкуснее. Третье. Для меня самое важное. Они экологически чистые. Из биосырья. Четвертое. При производстве практически нет окисления, так как они производятся под самым современным технологиям, в том числе используя вакуумные дегидраторы и иную вакуумную технику. И потому в нашем майонезе окисления практически нет. Пятое. Никаких консервантов и химии. И при этом он хранится от трех месяцев до полугода. Благодаря как раз новейшим технологиям производства. И наконец шестой пункт. Все компоненты наших майонезов не вареные, не жареные, они сыроедные. То есть с полным сохранением всех полезных живых структур и веществ. Да, ну для кого это важно, седьмой пункт холестерина там нет. То есть животных жиров, поскольку это веганские, то есть полностью из растительного сырья. Так чем же наш майонез лучше всех прочих? Да всем. Так, состав и прочее прочтете под товарами. Ссылки оставлю. Кстати, есть и кетчуп у нас, и другие соусы, и много чего интересного еще есть. А какие виды майонеза у нас имеются? Ну, во-первых, классический майонез. Во-вторых, майонез провансаль. В-третьих, майонез с репчатым луком. Очень пикантный специфический майонез. И новинка конца 22-го года. Майонез веганский со свеклой, чесноком и микрозеленью молекулярной сушки. Разумеется, без глютена. Вот эти четыре вида майонеза. А помимо этого, дорогие товарищи, у нас очень много, сотни видов, уникальных продуктов и иных товаров. Посмотрите сами. Полистайте наш сайт nadgard.ru. Отправляем мы в любые города России и любые страны мира. Не спрашивайте, а мне в Казахстан отправить? Или в Узбекистан? Или в Англию? Во все страны мира. Да, и кому это важно, в Москве есть два розничных магазина. Ну, вот вы зайдете на наш главный сайт. Над каждым из этих товаров есть в красного цвета прямоугольные рамочки. Описание для тех людей, кто не может или не хочет по какой-то причине покупать по правилам нашего сайта. То есть делать заказы от 10 тысяч рублей не на один товар, а вообще на общую сумму разных товаров. Такие у нас правила. То, пожалуйста, может купить хоть одну банку вот на другом сайте. Указано там, на каком сайте. Прям мышкой нажмете и перейдете. И вот на том сайте есть два адреса магазина в Москве. Ну, а всем остальным заказывать просто на нашем сайте nadgard.ru. Ну, и пару слов негодяям. Только им. Не всем зрителям. Это я акцентирую для невменяемых сейчас таких много. А для малой крошечной части зрителей только для мазохистов. Вот послушайте. Придется сказать невменяемым людям, а такие всегда есть. Не пишите чушь, продиктованную вашей злобой, ненавистью и дурью насчет того, что, мол, все ясно, он рекламирует свою продукцию, значит, все это ерунда. Нет, не значит. Учите науку логики. Нет здесь никакой логики. А допустите немыслимое для вас и мыслимое для разумных нормальных людей, что продаваться может не только что-то плохое, но и что-то хорошее. И это хорошее, представьте себе, надо рекламировать тоже. Да, я рекламирую самую лучшую, эффективную, безопасную, свою, заметьте, а не чужую продукцию, за которую мне, да, не стыдно, за которую я горд. Она полезна и очень сильна. За что порядочные и разумные люди должны быть мне благодарны. Как и за ту важную информацию, которую я доношу в своих многочисленных видео до всех, кто готов слышать и слушать, причем бесплатно. Так вот, не стоит изливать свою желчь дури, найдите себе более достойных для ваших наездов, например, аптеки, супермаркеты, телевидения с их рекламой, порой ненужного и часто вредного, а? Итак, предупреждаю, вот таких мерзавцев и дебилов, это я говорю мягко о таких, только о таких, я буду сразу банить, как это, собственно, и делают. Также я советую почитать на нашем сайте nadgar.ru раздел отзывы, так, для интереса. И еще кое-что умникам в кавычках, я хайникам поведаю. Ну, кто там начнет сейчас болтать, что главная цель этого видео понятна, продать майонез свой, ха-ха-ха. Но они же лучше меня все знают, однако скажу. Значит так, продажи майонезов и прочих соусов от всей моей продукции составляют менее 0,1%. Потому мне все равно, будут покупать его у меня майонез или нет. Хотя, конечно же, покупают и будут покупать, некоторые десятками банок покупают. Но мне все равно, буду я его продавать или нет. У меня, слава богу, много товаров, продажи большие, товары прекрасные, потому проблем нет. А главная цель это видео другая. О чем я вначале говорил в видео. И более того, я даю возможности людям, кто заботится о своем здоровье и при этом хочет привычных вкусов. Или для родственников тех, кто понимает, что вредную пищу есть нельзя, но хочет убрать от своих родных и близких вредную пищу. Но по их слабости не лишать их вкусов привычных. Вот эти люди тоже покупают, ясно? Ну и напоследок, прочтите вот этот, ну недавний отзыв о нашей продукции, причем о другой, совершенно о другой. Но это очень показательно. Человек много покупал о разной продукции. Ну вот вы прочтите. А вообще, дорогие товарищи, на нашем сайте вы найдете самые лучшие натуральные, эффективные и безопасные препараты, продукты и приборы для здоровья. Кому дорого свое здоровье, у кого есть возможности, разумеется, приобретайте наши продукты, товары. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.